В эфире программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в начале главные темы. Трагическая случайность. Двое мужчин погибли под завалами в яме, которую сами вырыли. Всеобщая диспансеризация. Медики нашли способы снижения смертности в регионе. Музыкальный подарок. С Днем Республики жителей Хакасии поздравила Ванесса Мэй. С сегодняшнего дня подорожали коммунальные услуги. В последнее время это происходит традиционно в первых числах января и июля, то есть в начале и в середине года. Тарифы поднялись на все услуги ресурсоснабжающих организаций. Насколько весомо сегодняшнее подорожание, об этом в репортаже Алексея Гончаренко. Очередное повышение коммунальных тарифов уже окрестили наименьшим за всю историю постсоветской России. И даже когда государство стало ограничивать рост цен в сфере ЖКХ, этот рост был весьма ощутим для большинства потребителей. В этом году самое щадящее повышение стоимости услуг. Начиная с 2006 года, когда введено было ограничение роста платы граждан, это самое низкое повышение, самое маленькое повышение. В 2006 году это было 25 процентов. Потом было 20, 15 и вот в этом году в среднем 6. С 1 июля на большинство услуг цена поднимется на 12 процентов, что и составит в среднем 6 процентов в год. Электроэнергия исключение. На нее по-прежнему 15 процентное повышение. Киловатт был рубль 40, станет 1 рубль 61 копейку. Отопление подорожает почти на 112 рублей за гикокалорию и почти на 10 рублей станет дороже кубометр газа. Самое незначительное повышение на холодное водоснабжение чуть больше 6 процентов, но возьмет свое стоимость водоотведения. Это цены по городу Абакану. В других муниципалитетах цифры могут отличаться, потому что цены растут относительно прежней стоимости. Почти все ресурсоснабжающие организации по-новому считают сразу с 1 числа. Например, Хакасгаз объявил, что за июнь уже считает по июльским расценкам. Хакасэнергосбыт традиционно дает время рассчитаться по прежнему тарифу. У граждан имеется реальная возможность оплатить за объем электроэнергии, которые были потреблены в июне месяце, до 10 июля. При этом тариф будет старый. С 10 июля облата электроэнергии будет производиться по вновь утвержденным тарифам. В июльских расчетках за коммунальные услуги по-новому будут посчитаны и общедомовые нужды. С 1 июня введен определенный норматив и специальная формула расчета. Если собственники жилья не против таких нововведений, то платить выше норматива не придется, даже если и набежит больше по общедомовому прибору учета. Убытки лягут не на потребителей, а на управляющие компании, которые теперь заинтересованы искать недобросовестных жильцов. Впрочем, при помощи неравнодушных и активных собственников жилья это можно будет сделать и проще, и быстрее. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Трагический случай в Черногорске. Минувшие выходные при строительстве, предположительно, подвала погибли два человека. Мужчины 40 и 43 лет работали в капитальном гараже в одном из дворов по улице Космонавтов. Рыли яму. Когда глубина достигла трех метров, стены углубления не выдержали, песок начал осыпаться. Под завалами оказался один из мужчин. Второй поспешил на помощь, но и ему не удалось выбраться из песчаной западни. Тревогу поднял 15-летний сын одного из погибших, который находился рядом. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели, полицейские и медики. На то, чтобы добраться до дна ямы, ушло более трех часов. Убирать песок специалистам помогала также спецтехника. Скорее всего, не было четкой коробки фундамента, а были только две стены, задняя и ближняя стена гаража. А боковых стен опор не было, поэтому была опасность, что может обрушиться. Гараж был пустой, яма занимала практически все пространство гаража. Добавим, что в произошедшем также разбираются полицейские. Подобные случаи при проведении земляных работ случаются достаточно редко. Тем не менее, спасатели рекомендуют, перед тем, как взять в руки лопату, получить консультацию специалистов. В Абакане в субботу тушили аптеку. Инцидент произошел около трех часов дня. Покупатель вступил в словесный конфликт с фармацевтом. После чего достал бутылку с растворителем, облил ею витрину с медикаментами и поджег. Предположительно, мужчина был пьян. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение. В курортной зоне Ширинского района торговали нелицензированным алкоголем. Незаконная реализация спиртного шла в кафе «Планета», поселка Жемчужный. Сотрудники временного отдела полиции изъяли 5 литров водки и 320 литров пива. За совершенное правонарушение предприниматель заплатит 3000 рублей штрафа. Нелицензированная продукция будет уничтожена. Снизить смертность населения Хакасии на 13% намерены республиканские медики. Однако результат будет заметен лишь к 2020 году. Сегодня чиновники от Минздрава поделились планами на будущее. Заявили вернуть доверие и повысить качество жизни людей – их главные задачи. Что уже сделано для достижения результата, расскажет Константин Кравцов. По данным медиков, 70% смертности населения республики от болезней кровообращения. На втором месте – онкология. Цифры эти могут быть и не такими страшными, уверены в Минздраве. Чиновники разработали программу, согласно которой, все сводится к недопущению болезни. Иными словами, профилактика. Мы нацелены на то, что мы будем работать как бы больше с здоровыми, чем с больными. Потому что профилактика – это дешевле для государства. И профилактика во всех странах развитых дает очень большую эффективность. В общем, в Минздраве делают ставку на модное сейчас слово «диспансеризация». Это тотальный медосмотр всех жителей республики. Для отдаленных районов власти закупают передвижные кабинеты. Технику ждут к осени. Еще один пункт в программе развития хакасской медицины – снижение смертности и тяжелых болезней у детей. Это и более тщательный контроль за беременными, и опять же, мониторинг развития ребенка. До 18 лет в разные периоды жизни ему нужно будет 6 раз пройти полное обследование. Дети будут осматриваться от 6 до 12 специалистов по разным возрастным периодам. Но учитывая, что порядок изменился у нас только в мае, этот приказ вышел федеральный, поэтому в соответствии с нашим планом у нас подлежит этим осмотрам порядка 55 тысяч детей. К слову, в Абакане решается вопрос о строительстве новой детской поликлиники в районе МПС. Уже к осени чиновники обещают наметить сроки возведения. Помимо улучшения качества медицины, специалисты намерены сделать ее более доступной и удобной. Уже сейчас существует электронная запись к врачу через интернет. В списке 34 учреждения. По сути, это все больницы республики. Карты с историями болезней пациентов планируется также перевести в сеть. А сегодня начала работу горячая линия Минздрава. По номеру в Абакане 305-811 любой желающий сможет в течение суток получить ответ на любой интересующий вопрос. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Премии мэра вручили сегодня лучшим представителям рабочей молодежи. Для Абакана это уже традиция. Ежегодно на торжественный прием главе города приходят 10 юношей и девушек, которым нет еще 35. Кандидатуры каждого предварительно выдвигают коллеги в организациях и на предприятиях. В этот раз победители определялись в номинациях образование, здравоохранение, спорт, правопорядок, строительство, ЖКХ, транспорт, СМИ, предпринимательство, молодежная политика, культура и искусство. В числе лауреатов Анна Акиндина. Девушка окончила вуз по специальности учитель начальных классов два года назад. Сегодня она уже в числе почетных победителей. Маленькие дети это самые любознательные, самые интересные, возраст. И всегда интересно учить самых маленьких. Они открытые всегда, задают много вопросов. И всегда интересно отвечать на эти вопросы. Эту премию я получаю уже второй раз, так скажем, ну не работающую молодежью, а премию главы города Абакана. Первый раз я получала будущую студентка педагогического колледжа. И вот теперь второй раз уже в качестве работающей молодежи. Хочу купить фотоаппарат. Вся прошедшая неделя в Хакаси была богата на события. Республику посетили десятки гостей из разных городов и стран. Международный форум, тунпайрам, концерты и выставки. А воскресным вечером настоящим подарком стало выступление скрипачки с мировым именем Ванессы Мэй. На ее концерте побывала Олеся Калиниченко. Звезды мировой величины в Абакан приезжают уже не первый раз. Хосе Карерас, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Павловская. Но ни один из них не заставлял публику ждать целый час. Стадион был полон, билет стоил 200 рублей. Для сравнения, в Москве стоимость билета на известную скрипачку доходит до 15 тысяч. Выступление в НСМС стало подарком от правительства Хакасии ко Дню Республики. Повезло выпускникам этого года. Бывшие школьники попали на стадион совершенно бесплатно. Свою программу Ванесса Мэй начала с русской классики «Танец саблями Арама Хачатуряна». Помогали скрипачки, её собственные музыканты и Хакасский симфонический оркестр, с которым Ванесса Мэй первый раз встретилась только на сцене. Они отлично сыграли, я довольна. У меня не получилось отрепетировать с вашими музыкантами, но мне сказали, что они профессионалы. И во время концерта я в этом убедилась. На вид довольно хрупкая Ванесса Мэй отыграла полтора часа практически без перерыва, выпуская из рук скрипку только для того, чтобы взять в руки другую. На концерте она использовала два инструмента – электроскрипку и классический старинный дорогой инструмент 18 века. Его Ванессе подарили родители. Эту скрипку Ванессе крали, возвращали, она ломала её, но инструмент по-прежнему в прекрасном рабочем состоянии. Абаканские зрители в этом смогли убедиться. Ванесса Мэй имеет азиатские корни, но выросла она в Лондоне, поэтому сегодня родиной по праву считает Великобританию. Правда, последние три года она живёт в Швейцарии, любит северные страны. Возможно, потому, что помимо музыки Ванесса серьёзно занимается горнолыжным спортом и планирует принять участие в зимней Олимпиаде в Сочи. Следующий концерт у меня в России пройдёт в Москве в декабре этого года. Потом я оставлю музыку и всерьёз займусь подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи. Займусь тренировками и квалификацией. Концерт закончился ближе к полуночи. На пресс-конференции Ванесса сказала, что в следующий раз, когда приедет в Абакан, привезёт новую музыкальную программу. Ей она займётся сразу после выступления на зимней Олимпиаде. Правда, бороться за золото Ванесса будет не за сборную Великобритании, а за Таиланд, откуда родом её отец. Концерт Ванессы Мэй прошёл в День молодёжи. И, кстати, зрительская аудитория на стадионе была представлена большим количеством молодых людей. Напомню, все нынешние выпускники школ получили бесплатные билеты на концерт знаменитой скрипачки. Более 1700 пригласительных юношам и девушкам вручили в подарок от главы республики Виктора Зимина. Помните, у вас самое счастливое всё впереди. Вам предстоит учиться, работать где-то. Но помните одно, у вас есть Родина. Это земля Хакасия. Мы всегда вас будем ждать. Мы вас любим, ценим. Вы лучшие. Вы не просто настоящее будущее. Вы наша жизнь. Мы правда вас любим. А в субботу Хакасия отметила один из самых важных национальных праздников – Тунпайрам. Местом проведения уже который год становится Сагайская поляна. О том, как прошли народные гуляния, Юлия Константинова. Дмитрий Самойлов специально приехал из Забакана, чтобы попробовать Айран. Точнее, выбрать лучший. В этом году для бесплатной дегустации были предложены больше десятка видов хакасского национального напитка, вкус которого менялся от сладкого до солёного, в зависимости от рецепта. Это мой один из самых любимых напитков – кумыс, айран, вот такие дела. Там можно даже, вот. Мне нравится то, что он кисленький и вкусненький. Вот этот вот именно, вон тот, вон тот. Определяли гости праздника и самое вкусное блюдо, и самую лучшую юрту. Оценивали, насколько увлекательно рассказывают о жизни, традициях, обычаях её хозяева. Насколько красочно оформлены экспозиции. Около Таштыбской, в коревом шалаше охотника, народ фотографировался целый день. Интересовался предметами быта, снаряжения. К примеру, предназначением этих лыж, отделанных шкурами животных. Вот когда человек идёт на гору, вперёд идёт, большой или небольшой подъём. Видите, шерсть не даёт скользить. Он, значит, идёт как по ровному месту. Вот для этой цели, этих шкур забиты. Нюансов, знакомящих с бытом древних хакасов на празднике, узнать можно было немало. Познакомиться и с обрядами, что совершаются тысячелетиями. Взять хотя бы челома. Их принято повязывать на белую берёзу. Желать счастья, просить здоровья. А ещё рассказывать мифы, легенды, одна из которых о нефритовой принцессе легла в основу пролога театрализованного представления. Битва воина за красавицу произвела особое впечатление на зарубежных гостей. Рене Гера, доктор филологических наук, профессор, участник Международного форума по историко-культурному наследию, приехал в Хакасию из Франции. Именно в Сибири, недалеко от Монголии, и здесь разные влияния Китая, Монголия и так далее, это радует. Единый народ. И такой праздник. Праздник Тун Пайрам, который в этот раз длился три дня. Горловое пение, соревнования спортивные и конные, выставки, город мастеров, где были представлены роскошные сувениры. 150 человек, 14 коллективов, представители регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Почётные гости праздника. Впервые на хакасской земле. В течение нескольких часов они знакомили жителей Хакасии со своими национальными песнями, танцами, органично влившись в канву праздника, который с каждым годом расширяет рамки. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, «Двести Хакасия». Добавим, что праздник первого молока проходил в Хакасии в 29-й раз. Традиционно за порядком на территории Сагайской поляны следили сотни полицейских. В некоторых случаях без их помощи было не обойтись. За время проведения мероприятия родителям вернули девятерых потерявшихся детей. Также стражи правопорядка нашли паспорт и семь сотовых телефонов, которые были также возвращены владельцам. Кстати, быть на связи на таком масштабном мероприятии помогал один из ведущих операторов. Компания давно зарекомендовала себя на территории Хакасии, Тувы, да и всей России. Кто отвечал за одну из самых важных сторон праздника в нашем следующем материале. Софья Бахтина не расстается с телефоном. Часто звонит родителям, любит поболтать с подругами, обсудить текущие дела, фотографии, которые тут же обрабатывает и выкладывает в интернет. На празднике Тунпайрам девушка тоже сделала десятки интересных снимков. Рассказывает пару минут, и вся Россия может оценить их качество. Пользуюсь компанией Мегафон, саловой связью устраивает все. Очень много пользуюсь интернетом. Всегда ловит, быстро загружает, просматривает все, что мне требуется, закачивает все, что мне требуется. Я довольна очень с этого связи компанией Мегафон. Что, впрочем, неудивительно, в преддверии курортного сезона технические специалисты компании провели плановые работы по модернизации оборудования и расширению каналов связи, особенно в туристических и курортных зонах на озерах Белеш, Раид, Кулифыркал. А значит, вы даже на отдыхе сможете пользоваться мобильным интернетом на тех же скоростях, что и дома. В прошлом году оператор расширил территорию покрытия сети 3G в поселке Туим, известного знаменитым туимским провалом. Это место привлекает любителей острых ощущений со всей России, поэтому давно стало достопримечательностью небольшого населенного пункта, где есть высокоскоростной мобильный интернет. Наша компания уделяет огромное внимание предоставлению надежной и качественной связи по всей территории республики Хакасия, охватывая достопримечательности и места отдыха нашего любимого края. И нам очень приятно быть сегодня здесь в статусе официального оператора праздника Тунпайрам. Специально к этому одному из самых любимых национальных праздников специалисты Абаканского регионального отделения сибирского филиала компании «Мегафон» подготовили сеть, учитывая большое количество гостей и абонентов компании, чтобы и жители Хакасии, и гости республики, абоненты и операторы могли комфортно общаться с близкими и делиться впечатлениями. На этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что новости вы также можете узнавать на сайте вестихакасия.рф. Хорошего вечера и до встречи!